Всем привет! Как вы уже поняли из названия, сегодня будет книжный обзор. Расскажу вам о книге Коби Брайанта «The Mamba Mentality. Философия моей игры». Для начала небольшое вступление. У нас в Казахстане, если я не ошибаюсь, в 2020 году стартовал проект «Читающая школа, читающая нация». Продлится он, по-моему, до 2025 года. Так вот, этот проект направлен на популяризацию чтения, как среди школьников, так и среди педагогов. Но, будем честны, учителя и сами-то зачастую не особо много читают. Что мне кажется не совсем правильным. Все-таки пропагандировать чтение нужно на своем примере. Чем я и решил заняться, так как читаю более-менее постоянно. Так, что там дальше? А начать серию обзоров хочу, скажем так, по горячим следам. С одной из первых книг, которую я прочитал в 2023 году. Очередное небольшое отступление. В селе, в котором я учился и на данный момент работаю учителем биологии, про баскетбол, скажем так, мало кто слышал. А если и слышали, то тщательно это скрывают. По крайней мере, в школе мы ни разу, насколько я помню, в эту игру не играли. Да и сейчас взрослых секций по баскетболу у нас, к сожалению, тоже нет. А тут не так давно я посмотрел замечательный сериал от Netflix. Всем советую. The Last Dance. Последний танец. Про Майкла Джордана. И что-то прям проникся в баскетбольные идеи и решил что-нибудь почитать по данной теме. И, собственно говоря, наткнулся на данную книгу. Наконец-то мы перешли к теме видео. Итак, это автобиография легендарного Коби Брайанта с фотографиями не менее легендарного Эндрю Бернстайна. Я всегда стараюсь разделять автора и произведения, и в этом видео речь пойдет исключительно о книге. На самом деле, сразу скажу, что книга эта весьма своеобразная. Текста там не особо много. Вот вам пара страниц для примера. Тут еще с моей стороны было ошибкой покупать эту книгу в электронном виде. Так как все-таки там очень много фотографий. Ну и всего примерно 208 страниц. Мне кажется, эта книга, особенно в бумажном варианте, идеально подойдет для подарка человеку, который увлекается или интересуется баскетболом. Давайте посмотрим на содержание книги. Оно, как это ни странно, не особо содержательное. Тут можно выделить два основных раздела. Процесс и мастерство. В разделе процесс Коби много рассказывает про тренировки, мотивацию, какие-то жизненные советы, философские там у него всякие размышления. Честно говоря, местами напоминает паблик волчьих цитат или цитат Джейсона Стейтема. В конце концов, одним людям нравится смотреть на часы, а другие больше любят разбираться в их устройстве. Однако суть в том, чтобы осознать, как ты себя чувствуешь и как тебе нужно себя чувствовать, все начинается с осознания. Но в принципе читать это довольно интересно, так как человек в своей области добился довольно-таки больших высот. Вот вам парочка примеров. Я усилил свою концентрацию чтением, усердием на занятиях и тренировках, работой. Я всегда считал, что пусть уж лучше мне будет стыдно сейчас, чем потом, когда окажется, что я не выиграл ни одного титула. Второй большой раздел «Мастерство» мне понравился гораздо больше. Здесь Коби рассказывает про то, как он оттачивал свое мастерство. Особенно интересно было почитать про то, как Коби готовился к каким-то конкретным соперникам. Смотрел записи их игр, изучал сильные и слабые стороны. Вот эта часть прям хороша. И вот вам еще парочка примеров. И решение заключалось в игре разума. Иногда я давал ему сначала завладеть мячом. В другой раз я давал ему приблизиться, а затем вытягивал руку с мячом, из-за чего он фалил. После этого ему приходилось уже думать. На третий раз я прятал мяч и менял угол. Так что выбивать ему было нечего. Толкая Денниса, я подпустил его к своим рукам. Он хватал так, что этого не было видно. Честно говоря, из-за того, что книга не особо большая, прям подробно разбирать ее, на мой взгляд, смысла особо нету. Потому что иначе потеряет вообще всякий смысл ее читать. И здесь вы уже можете сами решить, интересно вам будет ее почитать или нет. В целом я бы, конечно, посоветовал. Почитать было довольно-таки интересно. Но будет ли это интересно читать человеку, который не увлекается баскетболом, это уже вопрос другой. Ну, мне кажется, особо там смысла нету. Потому что большая часть книги все-таки посвящена именно баскетболу. Думаю, в принципе, уже можно подвести какой-то итог. Текста мало, фоток много. Фанатам баскетбола must have. Бумажный вариант отлично подойдет в качестве подарка. Ну, еще из плюсов, что можно все-таки найти какие-то интересные размышления. И есть повод в некоторых вещах задуматься. В принципе, данный обзор получился несколько сумбурным. И достаточно, скажем так, поверхностным. Но это было мной сделано намеренно. Блин, потому что книга все-таки не очень большая. И как-то более подробно ее разбирать, как я уже говорил, смысла нету. По ютубной традиции, конечно же, сообщаю вам, что вы можете. Никто вам не запрещает подписаться на данный канал. Поставить лайк, если вам понравилось. Дизлайк, если вам не понравилось. В принципе, можно понять. И такой исход. Просто скажу еще, что это первая часть. Планируется большой плейлист по обзорам книг, которые я прочитал. Спасибо за просмотр. Всем пока. Спасибо за просмотр.